Здравствуйте, туристы-перфекционисты! Показываю вам сегодня новинку. И на самом деле, самое главное, что, понимаете, Райан Джонсон, это один из моих любимых дизайнеров именно в плане томогавков, именно в плане каких-то топориков и так далее. И его, скажем, линейка Чоган, мне она чем нравится? Тем, что это не просто придумывают очередную какую-то другую голову томогавку, и все идет как бы по-старому, все идет по привычке. Нет, это принципиально другой получается томогавка. Я сейчас объясню, почему. То есть, на самом деле, вот один из моих любимых томогавков Вуз Чоган. Причем, знаете, ребят, я даже начну с другого. Я скажу так, что на самом деле, компанию CRKT можно критиковать за то, что они используют какие-то немодные стали. Можно там сказать, что где-то там лайнер уходит, если там именно нож сделан где-нибудь в азиатском регионе и прочее, и прочее. То есть, та же самая сталь 1055, она мне на ножах не очень нравится, но она на томогавках мне нравится очень сильно. И вот, что касаемо именно топоров томогавков, я могу сказать, что они мною очень сильно любимы. Почему? Потому что это просто шикарнейшие вещи у них получаются, именно с точки зрения, что это все-таки серийка. Почему? Потому что если вы возьмете какой-нибудь там, я не знаю, томогавк там от Ангелины, например, откованный вручную, сделанный вручную там именно, ну, кастомно, скажем так, или какой-нибудь уральский топор, все ясно, все понятно. Но если, например, сравнивать, самый ближайший конкурент вот этих вещей, это топоры и томогавки колдстиловские. Колдстил, я сразу могу сказать, что там немножко тема, я еще вот этот не метал, но, в принципе, у колдстила именно тема с балансировкой. Без пристрелки с первого раза колдстиловские летают точнее. Значит, буквально потратите вы, там, я не знаю, 15-20 минут, и вы будете с такой же точностью, с такой же легкостью бросать серкетишные томогавки, но они гораздо круче по качеству, гораздо круче по внешности. И самое главное, это то, что отсутствуют именно вот эти запирающие винты. То есть здесь просто, вот, я достал из коробки, распаковал, пару раз стукнул топорищем по пню, все. Если у меня даже где-то начнется как-то люфтить, я еще раз стуканул, и все нормально, все получилось. Так, итак, чоган хаммер. В чем его прикол по сравнению с предшественниками? Самый главный его прикол, он весит 800 грамм. Это очень важно. Почему? Потому что на самом деле, 810, если быть точнее, потому что тот же самый любимый мною вуз чоган, он весит 900. Вы можете улыбнуться там себе в бороду усы и сказать, да е-па-е, это всего 100 грамм. Нет. Когда вы берете топор и рубите им и прочее, прочее, вы можете почувствовать или не почувствовать эти 100 грамм. Но когда вы метаете тамагавк, поверьте, это сотня, она очень сильно играет роль. То есть это действительно... Я вообще, повторюсь, если я когда-нибудь созрею, сделаю тамагавк по-своему именно вот... Потому что им не нравится просто свой какой-то именно дизайн, не дизайн и прочее, я буду настаивать на том, чтобы он весил где-то 700-750 грамм. То есть даже еще немножко полегче, чем этот. Почему? Потому что весь смысл именно в том, что это метательный инструмент. Чтобы все крутилось, чтобы все вертелось, чтобы здесь не нужна какая-то именно раскалывающая голова. Здесь это не колдун, это не какой-то там, я не знаю, походный туристический топорик. Это действительно тамагавк, который на самом деле довольно прикольный все равно в использовании. И чем они мне нравятся, тем, что они не весят на самом деле по сравнению с обычными топорами ничего практически, а какую-то работу они все равно сделают. Итак, Chogun Hammer Sear Kiti. 454 мм общая длина. Длина рубящей кромки 66 мм. Толщина головы 37,21 мм. Значит, новый они используют финиш. Вернее, нет, он у них был. Я его сейчас вернули, потому что вот здесь покрыто лаком, для того, чтобы именно не ржавели. Здесь мангонизм, я не знаю, как правильно читать, фосфат коутинг. Короче говоря, напыление, в общем, идем. Вот, 10,55 мм углеродка. Конечно же, Tennessee Geekery, я вам рассказывал про это чудо-дерево. Это именно самое, что ни на есть используемое для топорищах дерево, именно произрастающее в Штатах, я имею в виду у американских производителей. Вот, и все, пожалуй. Райан Джонсон реально молодец. Он реально крут, на самом деле. Потому что вот сам по себе тамагавка здесь немножко... Сейчас. Ну вот, канги я вам показываю. Это, конечно, для любителей, потому что здесь, по большому счету, у нас два места, которым может воткнуться, во-первых, сам по себе тамагавк. Ну и вот это наличие шипа, я бы не стал прям так сильно его там как-то хритиковать. Почему? Потому что этот шип, опять же, что-то там взрыхлит, разрыхлит, какие-то действия сделать. То есть, ну, саму по себе кромку режущую будет жалко. В любом случае, его можно как-то использовать. Так, ВУПС, как вы видите, у нас вот такой молоток. И ЧОГАН ХАММЕР, вот такой вот. Классический, прям все как у индейцев. Трубочкой такой сделанный молоточек. Ну вот, я позволю себе отложить этих двух братьев. В чем прикол? В том, что невероятно, просто невероятно подвижный инструмент. Очень классный. Повторюсь, правильнее будет здесь, если вы берете именно вот, ну, подобные инструменты под себя делаете. Я считаю, что самое правильное здесь просто тупо накрутить. Помните, как мы в детстве крутили на хоккейной клюшке изоленту, такую колобаху? Для чего? Для того, чтобы клюшка просто не вылетала из варежек. Вот. Блин, у меня не было перчаток, мне по варежкам, по пальцам иногда так прилетало клюшками, что любой хоккей остановишь. Но не останавливал. Вот. И здесь получается, что если именно вам нужно не бросать, а какие-то там движения делать и так далее, если рука скользкая, было бы здорово, конечно, чтобы что-то оттормаживало, какое-то вот это вот здесь утолчение было. Но при этом я против темлячных отверстий на томогавках тем более. Почему? Потому что все-таки томогавки я воспринимаю как метательный инструмент, как спортивный инструмент, скажем так. и бесшумно летящий. Вот. То есть, опять же, баллистическая экспертиза, если что не будет. В чем прикол? В том, что любое отверстие, высверленное в топорище, на мой личный персональный взгляд, непрофессиональный, оно сразу же уменьшает его сопротивляемость каким-то ударом. Потому что неважно, насколько вы будете трезвы, неважно, насколько будет там у вас кисть уставшая, не уставшая, так или иначе, иногда будет топор прилетать топорищем куда-то вот в цель, куда-то в стенд, в полено. И вот эти вот отверстия, неа. Это not good, короче говоря. Вот. Тоньше топорища, чем у... У цчогана. Показываю в сечении. Ну, оно и по ощущениям тоньше. То есть, здесь каждый сам себе выбирает. У меня, опять же, рука, если говорить о размерах, я ношу перчатки механикс L размер. Сам простой, как говорится сейчас, показатель, по которому можно сказать. Вот. И мне очень нравится. Это вот один из моих любимых был тамагавков. Тамагавков в Уцчоган. И я понимаю, что Хаммер, он теперь будет более любимым. Почему? Здесь тонкое топорище. Мне хватает. И я понимаю, насколько именно... Насколько все будет классно летать. В любом случае, если вы энтузиаст подобных вещей, я искренне советую приглядеться, присмотреться, потому что это действительно очень интересная, очень такая прикольная вещь. Да, это серийка, грубовато сделано, но здесь классный дизайн. Эти Tennessee Geekery показывают себя просто шикарнейшим образом с точки зрения именно сопротивляемости каким-то дебильным, тупым промахом, вот этим ударом в полено. И хорошая балансировка, повторюсь, с точки зрения серийки, просто шикарнейшая вещь. Вот, так что, ребята, не проходите мимо. Все, всем отличной весны. Миру мир, нет войне. Пока, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok